А, Александр Сергеевич, о чём это вы? Ох, да, любезный, совсем позабыл, что сейчас в моде метро. Всем привет, дорогие зрители, подписчики канала Андроуд. На улице поздний вечер, без 20.12, за окном минус 14,5 градусов. Вот такая вот не совсем лётная погода, а я держу путь в Каменоломне, в Сьяны. Захотелось мне очень там побывать, выдалось у меня свободное время. Так, чтобы никуда не торопиться, погулять там, поснимать для вас, дорогие зрители, поужинать. Ну и вернуться домой, может быть, утром, может быть, ночью, как получится. Наверное, для начала нужно рассказать немного об истории. Сьян, или как правильно их называют, сьяновские каменоломни, сьяновские пещеры. Первые упоминания стали появляться об разработках камня для строительства храмов, сооружений, стен Белокаменной Москвы в этих местах в начале 18 века. Есть информация о том, что разработки камня делись в Сьянах гораздо раньше, ещё с 17 века, но точных дат, к сожалению, не сохранилось. Сьяновские каменоломни находятся на юге Московской области, недалеко от кольцевой автодороги, примерно в 15-17 километрах, в районе деревни Навленское, и являются одними из самых крупных каменоломен в России, на пятом месте они по протяжённости, и самыми крупными каменоломнями в Московской области. Имеют очень разветвлённую сеть штреков, множество гротов. В конце 80-х, в начале 90-х годов проводилась топосъёмка Сьяновских пещер, и на тот момент общая протяжённость штреков составляла порядка 19 километров. Но, на самом деле, если опять углубиться в историю Сьяновских каменоломен, то активные разработки камней велись до начала 20 века. Есть ещё по некоторым данным, приводится информация в некоторых источниках, что ещё однажды Сьяновские каменоломни использовались для добычи камня при постройке аэропорта Домодедово в Московской области. Называются даты порядка 30-х годов 20 века. Но, мне кажется, это не совсем верная информация, потому что строительство взлётно-посадочной полосы аэропорта велось в середине 50-х годов, и официальные даты открытия аэропорта считаются 7 апреля 1962 года. В конце 60-х годов, в первой половине 70-х годов, по решению властей, все входы каменоломни были закрыты, засыпаны, и потом на протяжении почти 20 лет доступа к каменоломни не было. В 1988 году группа энтузиастов, спелеологов раскопали вход, один из входов в систему, и как раз вот с тех пор открываются какие-то новые штреки, которые были засыпаны, энтузиастами, расчищаются завалы. В общем, таким образом, общая протяжённость штреков, она постепенно увеличивается, и на данный момент считается, что длина проходимых штреков с яновских каменоломни составляет порядка 30 километров. Высота потолков там колеблется от в нескольких десятках сантиметров, ну, минимально проходимым считается где-то 40-50 сантиметров, и до 3,5 метров. Ещё особенностью, ну, наверное, не только с яновских каменоломин, а вообще большинства подземных систем, является то, что там постоянная на протяжении всего года постоянная температура колеблется порядка 10-12 градусов. То есть туда комфортно ходить как раз в осенне-зимний период. С того момента, когда был открыт вход в яновские каменоломни, в конце 80-х годов, пещера стала пользоваться очень большой популярностью у любителей спелеологии, спелеостологии и достаточно часто посещаемой. Сейчас на данный момент пещеры, наверное, являются, Сьяновские пещеры, Сьяновские каменоломни, наверное, являются одной из самых посещаемых систем в Московской области. В выходные число людей, которые ходят в каменоломни, достигает нескольких десятков. А в праздники, на открытии сезона, это осень, может достигать и нескольких сотен, доходить даже до тысячи по разным источникам. В Сьяновских пещерах достаточно много различных достопримечательностей, одной из которых является так называемый грот-храм, который я посетил вот как раз в этот свой поход в Сьяны. И, наверное, пару слов стоит сказать о моем последнем походе в Сьяны. Он не претендует на рассказ о всех интересных местах в Сьянах. Съездил я просто в свое удовольствие. Бывал я в Сьянах раньше неоднократно. Первый раз я побывал в Сьяновских каменоломни в 2008 году. И с тех пор там бывал неоднократно. Предпоследний раз в августе 2014 года я там был без... Первый раз я был без проводника, но с напарником. И вот эта вот моя поездка как раз была первой поездкой, когда я пошел в Сьяны вообще в одиночество. И ориентироваться там, в общем-то, несложно, благодаря тому, что очень много их достопримечательностей, указателей, рисунков и так далее, на которые стоит обращать неправильное внимание, запоминать. И по ним потом можно ориентироваться. Ну и также практически на всех поворотах и развилках нанесены стрелки по направлению и по выходу. Главное, когда проходишь, просто внимательно запоминать для себя наличие этих стрелок на конкретной развилке. И чтобы они указывали в нужном направлении. Я думаю, что это не последний мой рассказ о Сьянах, не последнее видео оттуда. Как минимум, я планирую еще... Я побывал вот в этот раз в западной части системы. Посмотрел как минимум, точнее, как максимум, одну треть системы. Даже, наверное, и меньше. Ну и мне, конечно, очень хочется рассказать о других достопримечательностях системы. Таких, как и Аристарх, и Железная дверь. Там еще много интересных, красивых мест, в которых мне хотелось бы побывать и рассказать вам, дорогие зрители. Это и Млечник, и Большой Голомник. Поэтому, думаю, что как минимум еще один раз побываю в системе. Для того, чтобы снять видео для вас, дорогие зрители. Не забывайте подписываться на канал. Ссылка, как обычно, наверху. Ставьте лайки. Ну и смотрите дальше видео о моем путешествии в Сьяновские коммунологии. Вот вход в пещеры. Такой низкий ходок. Так. После такого мороза пока еще руки не очень хорошо даже слушаются. Так, сейчас надо записаться в журнале. Несмотря на то, что сейчас достаточно поздний час, праздничные дни. Народа много. До меня пришли двое ребят. Еще до этого. В общем, сьяная жизнь идет своим чередом. Ну и я сейчас отправлюсь вот в тот лаз дальше, в штреке. Недалеко от входа вот такой вот огромный камень, обвалившийся. По мере продвижения от входа в пещеры становится теплее. Наконец-то у меня высох объектив после конденсата. От конденсата, от разницы температур. Вот такие вот здесь в штреках указатели. Названия, которые дают название штрекам и гротам. В некоторых местах можно встретить очень красивые рисунки. Если я не ошибаюсь, то как раз вот этот грот называется храм. Здесь множество икон. Красивая роспись на стенах. Необычные рисунки. В общем, такие вот своеобразные фрески. Подсвечнички. На стенах здесь нанесены на практически всех развилках вот такие стрелки, которые показывают направление на выход. Высота потолков здесь очень сильно различается в разных местах от нескольких десятков сантиметров до трех с половиной метров. Очень красиво смотрится такая кладка из камня. Многие стены здесь сделаны именно таким вот образом. я пока продолжаю свой путь. Это уже не первое мое путешествие, но первый раз я в сиянах без проводника один. Вот очень живописный проход в грот. Я так понимаю, что здесь тупиковый грот. да, совершенно верно. Здесь сделано такое типа ложа. Но при этом очень сильно именно в этом гроте ощущается запах сырости. так что не знаю, как там можно спать нормально. проход с очень-очень низким потолком. до такой степени, что рюкзаком просто цепляешь за потолок. Собственно, у меня сегодня цель поездки в сияны опа, сейчас проползаю обратно. Это найти наиболее живописные места. Немного там пофотографировать. где-нибудь найти еще грот, где можно будет уютно посидеть, поужинать. На самом деле в сиянах, несмотря на то, что это место конечно очень широко посещаемое, я не могу сказать, что это то есть у меня язык не поворачивается назвать сияны баяном, это скорее культовое место. О, встретились. очередная страшилка о детях подземелья. Дети подземелья рисовали небо, дети подземелья рисовали солнце, и небо было цвета черного хлеба, и солнце было крулом, как дно колодца. Главное не перепутать стрелочки на выход. Когда отправлюсь обратно по карте сейчас пытались сориентироваться с ребятами, которых я встретил, так однозначно и не поняли в каком именно месте мы находимся честно говоря, вот это уже не очень приятная развилка. Ну, будем тогда придерживаться правила левой руки. И на данных двух развилках двигаться налево. Наверное, я сейчас все-таки попытаюсь вернуться в тот красивый грот, где икона, который называется храм. Там немножечко почаевничаю. А вот это водокап. То есть вот оттуда по клеенке стекает вода вот в эту емкость. Здесь сейчас тупик. очень длинный штрек. Я дошел до его конца. Там оказался грот с очередным оборудованным спальным местом. Вообще общая притяженность с Яновских каменоломен составляет порядка 30 километров всех штреков. Их здесь бесчисленное множество и, конечно, здесь достаточно легко заблудиться. поэтому очень внимательно надо запоминать направление, куда идешь на развилках. Я сейчас планирую все-таки вернуться в сторону грудный алтарь у меня в рюкзаке очень приятно набулькивает пинтелло с чаем и всякие вкусняшки. продолжаю идти по этому длинному штреку. Здесь везде достаточно стабильная одинаковая высота потолков, поэтому идти удобно. В сиянах много вот таких лазов. Это еще вполне приемлемый для прохода лаз. Я сейчас не буду туда забираться, поскольку очень неудобно преодолевать подобные проходы из-за того, что я сейчас один. У меня с собой достаточно много снаряжения, рюкзак, штатив. Все это каждый раз приходится снимать, чтобы протиснуться через узкий проход. а вот стрелочка в сторону выхода и вот это вот зловещее послание и стишок при детей подземелья. Вот один из вариантов, где резко снижается высота потолка. Опа! встречаются вот такие вот гроты с обустроенным бытом. Так, ну сейчас я туда наверное попробую выбрать аккуратненько протиснуться со всем своим снаряжением в дом образцового содержания. Здесь даже есть рукомойник. Грот спальня. Такой маленький уютненький грот спальня. Проход дальше. Так, здесь тупик. Но пока возвращаясь к проходу назад, немножечко порассуждаю о прогулках по каменоломням в зимний период. Конечно, в такую погоду, как сейчас, когда я, пройдя несколько сот метров от машины от машины до лаза в каменоломне, так, здесь мне надо налево, успел совершенно сверстки вымерзнуть на ледяном, под ледяным ветром при температуре около минус 16 градусов. Конечно, в таких условиях походы и тогда, как я уже сказал, в таких условиях проходы по открытым объектам, находящимся под открытым воздухом, конечно, не очень приятны. Поэтому остается как раз посещать каменоломни, теплосети. Сейчас в сиянах постоянная температура, по ощущениям порядка 15 градусов тепла. И, конечно, после ледяного холода улицы сюда было очень приятно забраться. Упс! Так, произошло небольшое столкновение моей шапки и налобника с потолком. Продолжаем движение в сторону выхода. точнее, на выход я пока не собираюсь. Ага, вот оно, это приятное место, которое я, по-моему, не снимал по дороге сюда, в этот штрек. здесь вот такой вот заковыристый проходик с высоким, кстати говоря, потолком. То есть, тут можно встать в полный рост и потом нырнуть сюда, вот вниз. А вот дальше будет уже проход. По-моему, я здесь не снимал рюкзак. Вот так тут заковыристо немножечко. Так что, да, вот такие вот веселые места в сиянах. Очень фактурный потолок цвета ржавчины. Интересно, кстати, почему. То есть, либо здесь предположить, что здесь в породе присутствует металл, какое-то содержание металла. Мне кажется, это не совсем логично, потому что видно хорошо вот на белом камне вот эти вот похожие на ржавчину не на рост, на лед. продолжаю спускаться вниз. Достоевский переулок. Ага. Вот так вот великих писателей чтят в сиянах и под землей. На выход дорога идет туда. Я сейчас пройду вот в эту сторону. По-моему, как раз это штрек к храму. ЧП Резепов СВ магазин номер восемнадцатый. Режим работы далее следует расписание работы. Вот товарищ Резепов СВ удивится, что у его магазина номер восемнадцатый открыт филиал в каменоломных сияны. Да, я был прав. Возвращаясь в сторону выхода, я опять попал вот в этот вот замечательный грот. Ну и сейчас здесь немножечко пофотоизвращаюсь. Фотоизвращение отдельная тема, которая занимает очень много времени. Вот камера на штативе. Вот так вот я украшал свечами фрески на стенах подсвечивал. В общем, конечно, чтобы сделать несколько снимков, приходится потратить гораздо больше времени, чем снять, скажем, видео о каком-то небольшом объекте. ладно, буду сейчас все собирать и отправляться дальше в путь. Плита потолка штрека. почему решила снять. Обратите внимание, уважаемые зрители, здесь под действием очевидно влаги образовался такой вот причудливый узор и на плите которая является как бы опорой потолка и на плитах самого потолка очень интересно смотрится. То есть это естественный такой рисунок на камне образовался. До настоящего арестарха я сегодня не дошел, но зато есть вот такой вот лжеарестарх. Кстати я уже ближе к выходу поэтому тут гораздо выше влажность идет пар. Когда я разговариваю ну хочу немножечко сейчас остановиться перекусить и уже после этого выбрасываться. Ну вот такой вот у меня импровизированный стол при свечах получился. сейчас я немного декушу и буду отправляться домой. Поскольку времени уже 5.20 забросился я где-то в начале второго в принципе неплохо очень походил. Не успел обойти те места те гроты и те штрейки которые хотел даже не то что на треть а гораздо меньше. в принципе я побывал только в небольшой части системы при этом когда выходил успел не то что заблудиться но в общем такой забавный момент был когда мы заходили в один из штреков мы преодолевали там своего рода препятствия то есть там был небольшой завал из плит и его было очень неудобно чтобы его преодолеть нужно было снять рюкзак снять штатив и пробраться в узкую узкую щель а когда я шел обратно это и узкое щель не было видно то есть было такое впечатление что проход полностью заварен плитами и пройти можно только перебравшись через них а чтобы перебраться через них там высота где-то ну метров около трех и к сожалению вот это вот шикарное зрелище поскольку я был один заснять было некому я забрался на эти плиты потом посмотрел вниз там уровень пола находился еще ниже соответственно я прикинул что если я туда спрыгну обратно я уже не заберусь то есть если я все-таки пошел неправильно и решил вернуться вернулся походил еще несколько раз по штрекам убедился что другого прохода нету и когда опять подошел к этому препятствию начал его очень очень внимательно изучать то только тогда уже заметил вот этот вот проход снизу ну а сейчас меня ждет чаек надеюсь еще горячий конечно грот я выбрал не самый лучший для того чтобы перекусить потому что во-первых он находится недалеко от выхода поэтому здесь гораздо более сырой воздух и ниже температура во-вторых вот чаек горячий еще во-вторых здесь просто голые камни в виде стола и стула были штреки которые точнее дроты которые я проходил где можно было очень даже уютно посидеть где были и столы и лавки так ну вот такой вот импровизированный сэндвич конечно в сьянах заглудиться достаточно тяжело потому что всем штреки они помечены стрелочками к выходу если когда идешь в каком-то направлении вглубь системы следить за тем что эти стрелочки нанесены на всех поворотах нанесены правильно запоминать какие-то приметы коих здесь огромное множество то тогда да тогда в сьянах действительно будет заблудиться очень трудно ну я на этом прощаюсь с вами дорогие зрители до новых встреч на канале андроуэлд подписывайтесь на наш канал ссылка наверху ставьте лайки пишите комментарии всегда очень приятно видеть чувствовать обратную связь со зрителем еще раз всем пока пока до новых встреч субтитры субтитры субтитры